В рамках визита в Самару полпредпрезидента ознакомился с ходом реконструкции Московского шоссе. Работы там идут точно в соответствии с графиком и будут завершены в декабре. А движения по новым тоннелям на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроют уже к осени. Подробнее Николай Козлов. Пока проезд по тоннелю на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова открыт только для служебного транспорта. Как идут работы изнутри, осматривают полпредпрезидента в ПФО и губернатор. После чего министр транспорта региона представил подробный доклад по инфраструктуре объекта. И сообщил, работы идут четко по графику. В стоимости объекта более 8 миллиардов. 10 полот движений. Сейчас на схеме я покажу. Помимо 9 километров 10-полосного шоссе, проект предусматривает возведение двух тоннелей. На пересечении с проспектом Кирова вот он. Похожие строятся на Ракитовском шоссе. Протяженность каждого порядка 500 метров. И если общая готовность объекта 58%, то тоннели, по словам строителей, уже почти готовы. Готовимся к заливке фундаментной плиты 9 секции. Это самая большая валовая работа завершена, скажем так. Заливку планируем на среду. Остаются у нас выравнивающие слои гидроизоляции, защитный слой гидроизоляции. Сейчас готовность тоннелей на пересечении с Ракитовским шоссе и Кирова 85%. После того, как ночью установилась положительная температура, работы перешли в круглосуточный режим. Движение по обновленному московскому шоссе планируют открыть к 1 сентября. Строительство двухуровневых развязок обусловлено тем, что это самые загруженные развязки в городе. Кроме того, в рамках глобальной реконструкции дорожной сети в районе стадиона строится новая четырехполосная дорога от Московского шоссе до Самара-Арены. Ее длина 2,5 километра. Также на пересечении Демократической и Ташкентской возводится транспортная развязка. Николай Козлов, Вячеслав Потоцкий и Сергей Павлов. Новости губернии. Новости губернии.